Практическая психология Она одна из самых сложнейших тем, я бы сказала, в психологии, особенно замотивировать ребенка, да еще на учебу, и мне кажется, выход нашей с тобой программы наберет огромное количество просмотров, потому что мы будем делиться прямо самыми-самыми горячими, я бы сказала, жизненными такими секретами, будем разбираться. Итак, каковы чаще всего бывают причины нежелания учиться у ребенка? Да, на самом деле, когда приходят с запросом «ребенок не хочет в школу», причин бывает очень много, вернее, спектр причин большой, и задача найти какие. Самое, наверное, популярное – это то, что ребенок оказался не готов к школе. Ну, у родителей-то сразу, на самом деле, он просто лентяй, и он не хочет. Да, он ленится, но чаще всего да, то есть, причем мы хотим делать уроки, мы делаем уроки, но ребенок ленится, и я не понимаю, что делать, как ему помочь. Я хочу, чтобы он делал уроки сам, хочу, чтобы утром сам без капризов, без истерик шел в школу и так далее. Но ребенок оказывается в такой ситуации, что ему трудно, ему плохо, и поэтому он не хочет в школу. Никакой человек не захочет долго находиться там, где ему плохо. А плохо может быть по разным причинам. Действительно, ему может быть 7 лет уже, а может быть даже и под 8, но он может быть совершенно не готов к школе, хотя уже высокий, костюм ему подходит, и рюкзак пассирал. А что мы подразумеваем под готовностью к школе? Да, это такая совокупность, я бы даже сказала, многих факторов. Но одно из самых важных, наверное, это интеллектуальная готовность. То есть это определенный уровень развития памяти, мышления. То есть для чего это нужно? Чтобы ребенок мог следить за мыслью учителя, когда она объясняет, например, задачку, да, или объясняет, как написать какую-то буковку. Или когда она рассказывает какую-то тему по окружающему миру, да, и он действительно понимает, о чем идет речь, да. Вот тут же ему нужно, конечно же, внимание для того, чтобы не потерять, там, не отвлечься. Вот, определенный уровень мышления, чтобы все это сложить на свои какие-то уже готовые полочки, да. То есть он, по идее, у него структура мира первичная должна быть сформирована. До школы? До школы. То есть он должен знать, что есть, например, живой мир, неживой, там, есть животные домашние, дикие и так далее, и так далее. То есть первичные у него уже должны быть полочки, на которые он следующие уже знания будет раскладывать. Да, да. Вот. И развитие речи определенное, потому что тоже, если недостаточно развитая речь, это значит словарный запас, и, значит, ребенок столкнется в речи учителя с какими-то незнакомыми словами. И это его просто выбьет, да. То есть он вот слушал, вроде все понимаю, понимаю, и потом раз, что-то такое она сказала, и потерялся. Вот. И все это может, конечно же, влиять на то, что ребенок, да, вот он и хотел бы, но там непонятно, там сложно, и отказ. То есть мы сначала рассматриваем лень, это самое последнее, да, уже. Почему? Потому что лень, это такая история. Я бы сказала, что защитная уже тут функция. Да, функция ребенка. То есть сначала мы в любом случае идем к специалисту и смотрим, да, где слабое звено, что это, когнитивная функция, ну, то есть то, что ты говорил про мышление, да, будем доступным языком говорить. Или же это, может быть, вообще элементарные вещи, такие, как ребенок не готов, вот, например, мы можем назвать, да, дети с СДВГ, с гиперактивностью, они интеллектуально сохранные, они могут воспринимать эту информацию, но руки-ноги не дают покоя, не может ребенок усидеть очень долгое время, да, в итоге тут уже отключился, не слышал, еще что-то, еще что-то, это как ком нарастает. Да, согласно с тобой, то есть вот индивидуальные особенности, это следующее такое важное, такое, не знаю, звено, да, важный компонент готовности-неготовности, то есть, вернее, не то, что возможности-невозможности учиться в общей образовательной школе. То есть, это вот СДВГ, предположим, да, что это значит, это значит, ребенку такому нужен, например, во время урока нужны переменки, ему нужно разрешать вставать, может быть, даже, да, ему нужно удостовериться, что он все еще тебя слышит, да, и так далее, и так далее, то есть ему, при всем его уме и сообразительности, ему еще нужны какие-то условия. Дополнительная стимуляция для того, чтобы он был включен в этот процесс, да, учебный. Да, ему нужно более активно, ему нужны картинки, там, больше опоры тактильной, зрительной и так далее. А он может получить в ответ на, ну, вместо индивидуального подхода, наоборот, замечание, одергивание, оценки и так далее. И это тоже будет очень сильно влиять, конечно, на то, хочет ли он вообще. Как раз, да, замотивирован я вообще учиться или не замотивирован. Да, 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 и он может решить, что или я какой-то не такой, или учительница какая-то не такая, и вообще школа, это все полная ерунда, и вообще туда не собираюсь идти. Вот прежде чем начинать, как говорится, там, да, склонять своего любимого малыша или не малыша, да, потому что мы сейчас будем говорить, что там есть возрастные тоже, да, моменты определенные. Да, в любом возрасте. Надо все-таки разбираться, в чем причина, почему ребенок заявляет, я не хочу идти в школу. Причину обязательно ищем. Если родители сами ее не видят, мы всегда обращаемся к специалистам. При школах есть педагоги-психологи, да, можно смело к ним обращаться. Ну, вообще система, она хоть и негласная, и, ну, на уровне законодательном это, ну, вроде как не должны делать, но тем не менее существует диагностика на выходе из садика и диагностика на входе в школу. И вот это делают как раз психологи детских садов и психологи школьные, да, то есть вот тех учеников, которые уже являются первоклассниками, предположим, проводят диагностику, да, и в пятом классе проводят, ну, вообще ежегодно проводят, да, такую диагностику для того, чтобы понять, в чем, где там проседает, вот. И на основе этой диагностики может и школьный психолог брать в работу, а может быть нужна дополнительная, да, какая-то еще работа с другим психологом. С другим специалистом. Хорошо. Давай вообще проговорим сейчас, что же такое мотивация. Вообще, с какого возраста мы можем мотивировать на что-либо, ну, мы сейчас конкретно на учебу, своих детей. Мотивация, я бы так сказала, разная мотивация, разную, как это сказать, разная мотивация может быть при, вот, как раз, в процессе обучения. При походе в школу, да, при вообще вот всем этом процессе школьном. Часто очень мотивация и страха родителями предлагается, то есть, ну, не будешь учиться, будешь бомжом. Это самое популярное вообще. Или дворником. Да, то есть из страха, что если ты не будешь, тогда будет плохо, да, то есть, и она работает, но очень короткое время. Долго бояться никто не может. Это всегда работает как импульс какой-то. И тогда постоянно нужно, как бы, подгонять, подгонять. То есть, страшнее и страшнее рисовать картины. Страшнее и страшнее, а кожа нарастает, то есть, ребёнок становится всё менее чувствительным. И это не работает в конечном итоге всё равно, да, в любом случае. То есть, лучше даже не начинать с этого вида мотивации, правильно я понимаю? Смысла нет никакого, потому что это, как бы, ну, это мешает ещё и другим, да, словам, проникнуть потом в душу ребёнка, там, да. Вот. Вот. Ещё одна, как бы, популярная мотивация – это какие-то наши взрослые доводы. Ну, типа того, что, ну, положительное, да, с нашей точки зрения, типа, будешь учиться, потом поступишь в хороший университет, будешь хорошо работать, там ещё что-то. И ребёнку, вроде, это, ну, слышится очень хорошо, приятно. Красиво, но он не понимает, что такое университет. Для него это, на самом деле, такой космос. Университет, боже, когда это будет? Ему даже через месяц долго, да, а через год, а через 10 лет – это вообще просто абсолютно… Ребёнок тебе в ответ, а я хочу быть блогером, мне не нужен другая вселенная. Да, 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 потому что чем меньше ребёнок, тем меньше у него вот эти временные вообще возможности спланировать, быть этим таким произвольным, да, и так далее, и так далее. Спрогнозировать что-то. Спрогнозировать, вообще взять на себя такую ответственность и так далее, и так далее. Поэтому вот блогеры, почему они популярны? Они предлагают короткие шаги. Я не учился, я уже зарабатываю, да, я вообще ничего не делал, и это понятно. Ребёнку, да. Это максимально понятно, и вот нам, у блогеров, можно поучиться, да, этому… Мотивировать. Мотивировать, то есть что сейчас ребёнок, вот как бы, да, вот зачем ему ходить в эту школу, да. То есть когда я, например, спрашиваю на консультациях мальчиков и девочек, зачем вообще школу, они на меня смотрят совершенно вот, ну, как бы в растерянности, да я не знаю зачем. Или папа сказал надо. Мама сказала, или повторяют вот это, что не будьте этим бомжом, вот. Вот, и когда мы начинаем, например, размышлять с ребёнком и подводить это, ну, предположим, вот не… Ну, вот буквально свежий там случай правила учить. Не люблю учить правила. И когда мы, как сказать, логическую цепочку довели до того момента, что оказывается, когда ты делаешь что-то неправильное… Ну, вообще, да, поговорили вообще, зачем правила нужны, вообще, как они нам помогают, да, и как вообще в мире всё устроено. А ещё, как бы, что это даёт именно мальчику? И когда вот мы дошли до того, что это даёт силу, то есть когда ты делаешь что-то трудное, что-то такое новое для тебя и преодолеваешь, то, оказывается, ты становишься сильнее. И как эта сила ему нужна вот прямо сегодня или завтра, когда он это смог вплести в свою жизнь, вот, вот, вот. Он тогда такой, ну, пожалуй, да, пожалуй, можно. Буду учиться. Да, да, да. Хорошо, давай проговорим всё-таки, как это мотивировать. Вот, самая, конечно, хорошая мотивация – это познавательный интерес. То есть нам нужно в любом случае, родитель должен узнать, да, вот, что может ребёнка вот на эти подвиги поднять. Да, да. Познавательный интерес, то есть, ну, вообще, школа, сначала, как бы, мы с ребёнком обсуждаем, что такое школа, для чего она нужна, вообще, для чего учиться, да, что это даёт нам в жизни. И познавательный интерес – это интерес к познанию чего-то нового, да, и пусть это, например, на уроке он уже знал эту букву А, да, но что нового ты узнал? А может быть, там, я не знаю, какое-то новое слово, а может быть, ты впервые там с девочкой поиграл там на перемене чего-то, да, то есть вот учить ребёнка в каждом моменте, да, в каждом дне что-то новое, да, находить. Потом это присваивать себе. Да, и получать от этого радость, то есть соединять с эндорфинами, да, вот что-то вообще классное, что в этом и есть соль жизни, да, тогда ребёнок будет с интересом туда идти. Мы вообще праздники устраиваем семейные, когда ребёнок по-английскому приносит пятёрку. Вот, да, да, то есть успех, удовольствие, эндорфины, да, это самая крепкая привязка, да, вот. И иногда со школы прямо напрямую настолько, например, если это трёхклассник или пятиклассник, там настолько уже много барьеров к тому, чтобы, то есть настолько много протестов, что школа не может быть интересной, не может быть хорошей. Какой там праздник? Какой-то вообще, это же просто рутина там, и ещё и неприятная, и я там неуспешен, и мне там нехорошо, и так далее. Тогда это может быть через аналогию с какой-то деятельностью, которой ребёнок уже занимается. То есть часто так случается, что в каких-то, например, серьёзных школах, гимназиях, лицеев школьное обучение занимает всю жизнь ребёнка. И он приходит из школы, он поспал, поел и опять учится. День сурка. День сурка у него нет, никаких хобби у него нет. Если кружок, то это тоже интеллектуально, предположим, там, да, какие-нибудь дополнительные математики, там, робототехники, английские. Это тоже из этой же серии, тоже учёба. А что-то, от чего у него горят глаза, что-то, куда он в припрыжку бежит, вот этого или нет, тогда нужно найти. Срочно. Срочно. А если есть, то тогда через это показывать ему, что вот смотри, да, вот там, там же тоже есть и рутина, там есть и взлёты, и падения. И тогда ребёнку становится понятнее. Тогда можно провести параллели. То есть я предлагаю в любой мотивации разделять ответственность. Спрашивать ребёнка, а ты сам как думаешь, а ты сам помнишь это, да, и тогда, ну, он сам всё расскажет, он сам всё поможет организовать. Оля, давай попробуем проговорить про возрастные особенности, потому что, вот смотри, мы проговорили, что в начальном звене, когда ты говоришь, что поступишь в хороший институт, это не работает. А с какого возраста вот эти уже перспективы радужные, красивые, там, успехов каких-то начинают уже кружить голову нашим детям? Ну, смотрите, если мы говорим, например, про университет, это уже профессиональное же, да, ну, ведущие в деятельности профессиональное самоопределение, это уже ближе к девятому, десятому, одиннадцатому классу. Ни раньше никак. До этого это более личностно ориентированные какие-то моменты, то есть где мне хорошо, где я успешен, где мне интересно, где классный преподаватель, да, где хорошая компания, может быть, даже, да, например, каким-то спортом ребёнок занимается, у него команда, да, вот это будет более для него понятными мотивами, для него это будет дорожка как раз не какой-то определённой цели к институту, то есть что такое какое-то, скажем, профессиональное определение, это уже сужение, а в начальном, извиняюсь, в среднем не стоит речи о сужении, наоборот, стоит речь об расширении возможностей ребёнка, то есть мы его, мы с удовольствием подхватить можем любой интерес и помочь ему развить его, и через это он потом заузится. Поэтому сразу как-то, ну, говорить, что вот английский, там, это вот твоё будущее, там, или ещё что-то, это, конечно, ну... Это можно даже испугать. Кстати, немножко про страхи. Вот бывает же так, что дети говорят, да, мне страшно, это очень трудно, мне это не по силам, это же уже не про то, что там я не буду, да, а про какие-то даже моменты самооценки, вот как вот с этим быть? Да, да. Ну вот если относятся к школе, и ребёнок говорит, мне страшно, я не хочу туда идти, то надо искать причины, они могут быть не только в индивидуальных особенностях ребёнка, или возрастных, например, стеснение подростковое, там, да, или неуверенность, там, в начальной школе, или тревожность, а это ещё же может быть и среда. То есть это может быть строгий учитель, или учитель, который не подходит по темпу, ритму вообще ребёнку, ребёнок медленный, которому нужно... Много раз подумать. Которому нужно подумать обстоятельно, или который включается не сразу, а учитель быстрый, которому нужны быстрые результаты. Или ребёнок такой, ну, такого тоже вот, да, неконкурентный, скажем так, а учителю нужны результаты, ему нужна победа, там, и так далее. Или буллинг, да, очень распространённый сейчас, или ещё какая-то некомфортная именно средовая история, и тогда какой бы ни был прекрасный ребёнок, как бы он не хотел учиться, ему там просто трудно и невозможно, да. И тогда, если страх, надо вот про это ещё подумать. То есть когда ребёнок произносит слово, да, мне страшно, мне трудно, то мы, и мы понимаем, что мы все уже виды мотивации задействовали, то тут что мы, вот что мы сейчас рекомендуем? Мы рекомендуем тогда идти разговаривать с классным руководителем, да? Можно начать с ребёнка, да, можно повыяснять, например, если он говорит, не хочу в школу, можно повыяснять, в какой, например, если это средний звонок, в какой день ты не хочешь пойти в школу. А если бы, например, позадавать разные вопросы, наводящие, типа, а если бы к другой учительнице, а если бы ты сидел с Ваней, например, да, то есть попрояснять, в чём дело с этими, с одноклассниками, или с учительницей, или с каким-то ещё, да, вот, может быть, днём недели, да. Да, или с ситуацией определёнными. Ситуацией какой-то, да, да, то есть вот прояснять это, а потом уже, да, если, ну вот, есть действительно какие-то, да, подозрения или признаки, тогда идти, конечно, с учителем разговаривать, спрашивать, что она видит, вот. И если действительно такое подтвердится, то тогда всех взрослых ставить, да, на ноги и помогать ребёнку, потому что ребёнок, если, например, ситуация буллинга, он один в поле, не воин, ему однозначно нужно помогать. И помогать должны взрослые. Учитель должен взять на себя эту задачу и расставить приоритеты в классе, ценностные, нравственные, вот, и тогда этот вопрос решится. Хорошо. А вот смотри, бывает такое, вот как ты уже говорила, да, что ребёнку не совпадает учитель по темпо-ритму, да, то есть действительно, вот я, например, быстроговорящая, да, и очень сложно детям, которые... Вот что делать? Менять учителя? Вот что в таких случаях вообще родители будут, они слушают нас с тобой и будут говорить, а что делать в таких случаях? Надо смотреть степень, как бы, да, степень, ну, вообще, как вот этого ситуации глубины, там, тяжести, да. То есть если учительница быстрая, но она, как бы, да, согласна с тем, что какую-то часть заданий даст чуть побольше времени ребёнку, не будет его дёргать лишний раз, там, к доске или ещё что-то, то есть она готова идти и видеть и слышать этого ребёнка, не оценивать его как, не знаю, глупого и неуспешного, не трясти его, что давай-давай, быстрее-быстрее, и тогда это вариант отделы, да, головного мозга, который всё-таки отвечает за скорость переработки информации, они же дозревают, да, дозревают. И ребёнок такой, да, он не будет очень быстрым, но чуть побыстрее-то будет, да, вот, и подтянется. Самое главное, чтобы это не было диагнозом для него. Да. Что я вот самый последний, я самый глупый, всё уже давно, а я ещё нет и так далее. Вот надо, чтобы это не сформировалось, да, вот в это время, я всегда говорю родителям, идите, особенно если в начальном звене уже начинают замечаться, идите к классному руководителю, разговаривайте, объясняйте, что у ребёнка действительно есть особенности, да, вот это совсем другая скорость обработки информации, и потом именно в начальном же звене они обучаются работать вместе, слышать друг друга, видеть и понимать. И слышать, и видеть, и понимать. И вот про самооценку, кстати, да, ведь учитель начальных классов, он, ну, можно сказать, один из главных вообще, да, вот из внешнего мира, кто вообще говорит, да, говорит о том, что вот это двоечник там, да, это отличник. То есть он, даже дети начинают оперировать словами учителя иногда. Ну, он двоечник, а, например, вот если дочка мне так говорит, да, он двоечник, я говорю, а ещё что, кроме того, что он плохо учится, да, и потом выясняется, что он, оказывается, классно играет на переменке там, да, или вообще там рассказывает смешные анекдоты. Да, или вообще спортом занимается. Да, или спортсмен такой какой-то, то есть вот эти вот... Клише? Клише, они ведут к тоже... К нежеланию иногда ходить в школу. Ну, потому что ребёнок о себе начинает думать как-то вот определённым образом. Школьный коллектив, ведь это тоже одна из причин, или я хочу бежать в школу, или же я, мама, папа, не пойду туда ни за что. Да, да. Вот что происходит, когда мы понимаем, что ребёнка не принял в школьный коллектив? Ну, если перепробовано уже всё, то есть если и учительница тут бессильная, и психолог бессильный школьный, да, надо менять коллектив. Ну, то есть всё равно, да, для наших слушателей мы говорим, что сначала работаем с педагогами, с психологами. Там есть социальные у нас педагоги, да, в школах. То есть сейчас есть медиаторы, очень многие обучены этому. Зависит от школы, конечно, да, но как минимум это классный руководитель, который от его... он как бог, да, то есть вот это вот новое, вообще такой социальный статус ученик, да, и дети перестают, например, родители даже слушают же в это, мама, ты неправильно там, да, нас учительница вот так учила. О чём это говорит? О том, что действительно это настолько авторитетный человек, и учительница очень много может сделать. Она может поставить, да, объяснить, ещё раз проговорить, да, сказать, что вот именно так нужно относиться друг к другу, да, сделать... Вообще закладывать какие-то ценности, да, на которых строится их коллектив под названием класс. Конечно. Это учитель начальной... у неё очень много полномочий, не только научить читать наших детей, но и то, как они будут там. И вот давай ещё об очень важном моменте проговорим про то, что детей надо, хотим мы этого или нет, но в течение всей жизни, наверное, да, мы всё равно учим, особенно в школьный период, процессом продуктивной коммуникации, потому что если у ребёнка нет навыков коммуникации, то тогда любая ситуация его будет выбивать из седла. Ну, да, конечно. Это сейчас тема эмоционального интеллекта, да. Действительно, когда... что нужно для того, чтобы коммуницировать, чтобы понимать другого человека? В первую очередь надо понимать себя, знать себя, да. И поэтому, например, с такими детьми, если начинает работать, то, а кто я, а какой я, например, там, смелый, умный, добрый. Да, вот когда ребёнок... первый слой, да, первый круг – это знание о себе. Когда я знаю о себе, я понимаю, что со мной происходит, я знаю, как это происходит, что мне делать в таких случаях. Тогда следующий шаг – это уже понимать, что с другими. И на этом фундаменте коммуникация становится более лёгкой, более понятной, приятной, безопасной. И что немаловажно, тогда и ребёнок себя уже занял место под солнцем в этом коллективе. Он понимает, что он тут вообще делает в этой школе. Он знает, какие задачи ему по силам. Да, он знает про себя, потому что очень много уже. И первое, что если порекомендовать родителям, то сейчас очень много таких тетрадок, да, какой я, кто я. Вот покупайте, заполняйте, сами придумывайте, я не знаю, там, можно... Целые истории. Целые истории, там, можно написать, выписать список, там, черты личности, например, там, вот эти же добрый, смелый, какой там... Весёлый. Весёлый. С юмором. Да, вот, да, и пусть ребёнок там по шкале, по себе, какой я. Может быть, я не очень, там, да, а может быть, вот я самый прекрасный, там, и так далее. Собирайте, и тогда ребёнок сможет и презентовать себя, и защитить себя, и выстроить действительно такие доверительные отношения. Ну что, в общем-то, мы вот так голопом по Европе, да, но, тем не менее, очень многие моменты с тобой сегодня озвучили. Вот что-то посоветуешь родителям почитать, может быть, посмотреть? Вот что ты любишь сама считать? Какие тебе нравятся книги? Какие фильмы последний раз посмотрела? Может быть, там, пару-тройку, может, один. Книги, фильмы. Так неожиданно. Ну вот, если по теме, да, мне очень нравится... Я забыла, я не помню. Хорошо, мы обязательно напишем в социальных сетях с тобой, да. Давайте, как это принято, в комментариях. Да, в комментариях напишем, да, да, какие книги рекомендуешь сама лично почитать нам, да, и посмотреть. По школе, да. Да, можно, на нашу тему. А тема была «Не хочу учиться именно так» чаще всего, заявляют наши с вами дети. Как замотивировать их, какие причины вот этого процесса «Не хочу учиться» мы сегодня разбирали вместе с детским семейным психологом Ольгой Мамаевой. Оля, спасибо большое. Ну что ж, всем любви, счастья, крепкого здоровья и отличной мотивации к учёбе и жизни. Всем до свидания и хорошей учёбы.